Когда в середине ноября прошлого года в селе Рождествено сгорел частный дом, а на пепелище обнаружили тело хозяина, сначала посчитали это несчастным случаем. Однако эксперты обнаружили на теле погибшего следы пыток и доказали, пожар не был простой случайностью. Мужчину убили, а дом подожгли. Задержанный позже 25-летний сосед погибшего и его 16-летний подельник расскажут, убивали человека в несколько этапов. Мужчины проникли на территорию домохозяйства потерпевшего, где нанесли ему несколько ударов доской, после чего потребовали, чтобы он вошел в дом и приготовил им кофе. После этого мужчину снова избили, после чего связали и похитили из дома более 11 тысяч рублей. Перед уходом злоумышленники попытались поджечь дом, однако возгорания не произошло. Через некоторое время, вернувшись к дому, они обнаружили, что потерпевший, несмотря на то, что был связан, выпался на веранду, после чего они его ударами доски заставили вернуться назад. После этого они подожгли дом и скрылись. В результате пожара мужчина сгорел заживо. На убийство 85-летней старушки кровавый дуэт отправился через 11 дней после пожара. Из показаний задержанных после убийства вынесли из дома не только деньги, но и все более-менее ценное, в том числе бинокль, тонометр и даже старый радиоприемник. А чтобы как-то замести следы на преступление, пошли в женских резиновых сапогах. Проникнув к ней в дом, они нанесли несколько десятков ударов черенком от лопаты, после чего похитили материальных ценностей и денежных средств на сумму более 175 тысяч рублей. В результате полученных телесных повреждений женщина скончалась. Покинув дом убитой пенсионерки, приятели отправились в Казань, прошлись по магазинам, погуляли в ночном клубе, но все равно потратить все деньги так и не смогли. При задержании у них обнаружили 23 тысячи рублей. Все, что осталось от многолетних накоплений, забитой до смерти старушки. Молодым людям был известен каждый дом в родном рождественное и благосостоянии его хозяев. Следователи не исключают. Если бы подельников не задержали после расправы над старушкой, это убийство вряд ли стало бы последним. Ребята привыкли к красивой жизни за кровавые деньги. Каждый раз тратили их легко и быстро, будучи абсолютно уверенными, что очень скоро смогут заработать еще. Причастность к совершению преступления обвиняемые признали в полном объеме. Судом по ходатайству следствия в отношении них избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. Помимо двух убийств, задержанным предъявлено обвинение по статьям кража, разбой, умышленное уничтожение или повреждение имущества. В самое ближайшее время криминальный дуэт предстанет перед судом.